МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласитесь, спорт становится неотъемлемой частью нашей жизни. Все больше людей выходят на утреннюю пробежку, играют в футбол, баскетбол, волейбол. Практически в каждом дворе появились уличные тренажеры. Я уже не говорю о специальных спортивных площадках. Александр Евгеньевич, какие они, спортивные чебоксары? Наверное, можно сказать, что чебоксары не просто спортивные, они постоянно преображаются. Спортивных объектов становится больше. Причем не только для занятий дворовым спортом, но и для занятий профессиональным спортом. Вот мы сейчас как раз и находимся. На стадионе «Спартак» в этом году масштабная реконструкция. Обновляется ядро спортивное. Да, эта масштабная реконструкция продолжается второй год уже. В прошлом году мы закупили оборудование. А в этом году делаем его монтаж. Чем «Спартак» отличается, стадион «Спартак» отличается от других стадионов, которые тоже есть в столице нашей республики, это тем, что здесь впервые уложена система подогрева футбольного поля. Уже на сегодня произведенный монтаж, проведена предварительная прессовка, и мы можем говорить о том, что практически круглогодично ребята могут заниматься профессиональным футболом, и игра здесь – домашний матч. Еще раз отметим, что это единственное и самое первое футбольное поле в Чувашии, которое будет с подогревом. Да, температура подогрева до минус 15 градусов. Это очень важно, чтобы поле было с подогревом. Да, конечно. Это значительно увеличивает возможности в тренировочном процессе. Если раньше мы вынуждены были прекращать занятия в октябре, то сейчас даже в суровую зиму ребята будут играть практически в любое место. Футбольное поле – это не единственное новшество на стадионе «Спартак», да? Легкоатлетические дорожки еще обновляются сейчас? Да, конечно, мы кладем на дорожки, кладем итальянское покрытие «Мондо». Вот, помимо этого, стадион будет оборудован и прыжковым сектором, то есть это и прыжки в длину, это прыжки в высоту, то есть, ну, практически полноценный легкоатлетический комплекс, который будет, и на котором можно будет проводить соревнования при доме. Стоимость программы «Наследие» на сегодня – это 80, около 80 миллионов – это покупка оборудования, и порядка 45 миллионов – это его монтаж. Это и манеж легкоатлетический, и более? Да, это легкоатлетическое ядро и футбольный поле, да, и система подогрева в том числе. А оборудование когда мы уже здесь увидим? Уполнение работы по контракту рассчитано до 1 ноября 2020 года, подрядчик пока укладывается в эти сроки, оборудование все завезено, готово, и я думаю, что в самое ближайшее время начнется уже укладка непосредственно самого и травы, и электроплитической дорожки. Насколько стадион «Спартак» пользуется популярностью среди спортсменов и обычных жителей у горожан, мы сейчас как раз поинтересуемся у директора спортивной школы «Спартак» Петра Владимировича Шутинского. Петр Владимирович, много ли спортсменов тренируются на базе «Спартака»? Да, на нашей базе тренируется порядка 1300 спортсменов, это помимо жителей, которые могут посетить разные другие комплексы, это бассейн. По футболу, например, у нас тренируется 140 человек, помимо групп начальной подготовки, их две у нас футболисты, сколько лет у нас тоже ждали, можно сказать, поле, переходили вот в октябре в зал заниматься, играли, так сказать, в таком усеченном режиме. Это поле действительно решит многие проблемы и для создания дополнительных групп по футболу. На следующий год, насколько я знаю, планируется поставить… Скаладрон? Да, скаладрон, да. Скаладрон на следующий год, тоже по федеральной программе, в рамках наследия чемпионата мира, тоже вот планируется. Уличный скаладрон? Да, уличный скаладрон, это будет федеральная программа, будет поставка оборудования, мы определили место, и это даст возможность развивать. Александр Евгеньевич, подписано соглашение. Всероссийская Федерация Школьного Спорта свою подпись поставила под этим документом известная спортсменка, депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Документ готов, подписан, начинается работа. Я очень залагаю большие надежды. Это те программы, которые не требуют какого-то большого финансового внимания, но они требуют человеческого внимания, потому что мы работаем с детьми, и наша задача создать для них и условия, и возможности для регулярных тренировок, для интересных встреч и соревнований. Как идет в Чебоксарах развитие школьного спорта? Есть ли уже спортивные школьные лиги, спортивные клубы школьные? Ну, на самом деле, в городе Чебоксара уже на протяжении ряда лет действуют школьные лиги по нескольким видам спорта. Вот, в частности, это и хоккей-шайба, это волейбол, это баскетбол. Там, где присутствует команда, занимаются это и тренера спортивных школ муниципальных, этим занимаются педагоги-организаторы по месту жительства, этим занимаются другие различные общественные работники, которые зачастую бесплатно занимаются с детьми и помогают им совершенствоваться в этом виде спорта. Например, только в школьной лиге хоккей мы начинали с 16 команд 4 года назад, сейчас их 32. Это какие виды спорта самые популярные среди школьных лиг? Наверное, самые популярные – это хоккей, волейбол и баскетбол. Дети выбирают, да, такие направления? Да, дети, им нравится, это, как-то подчеркивает, командный дух и, наверное, сплачивает как-то ребят. И успехи, которые они демонстрируют, они видны прямо, потому что с ними занимаются не только любители, но и профессионалы. Тех, кто сами в свое время поиграл в хоккей или там в баскетбол, то есть профессионально занимаются, и видно уже, они стали по-другому кататься, они стали принимать шайбу, там мыслить тактически. То есть это все дает свои плоды. У нас в планах развития школьного спорта целиком и полностью завязано на спортивной инфраструктуре. Больше спортивных площадок, больше спортивных команд. А для детей, для родителей это бесплатно? Вот те лиги, которые занимаются, например, школьная хоккейная лига, это бесплатно. Мы взяли на себя организацию и проведение вот этих соревнований по хоккею. Мы нанимаем тренеров, мы организуем перевозки на гостевые матчи, мы платим судьям. То есть это полноценные соревнования, которые проводятся не один месяц. Они начинаются в конце октября и заканчиваются в апреле. То есть полноценная мини-континентальная хоккейная лига, если сравнивать. Систематические занятия? Да, то есть у нас тоже дивизионы, дивизион Чапаева, у нас все по полной программе. А спортивный дух вот среди ребят вы все равно их постоянно посещаете, курируете такой же, как среди настоящих профессионалов-спортсменов? Вы знаете, я думаю, в некоторых моментах он даже сильнее. Почему? Настоящий спортсмен, он уже готов к победе. Он готов, он тренируется для этой победы. Он знает, что у него тогда-то будут соревнования. А ведь, допустим, вот у этих мальчишек на сегодня, вот этот турнир на сегодня, это единственный, где они могут показать свои способности. И они не являются профессионалами пока. Может быть, они будут и не в будущем, но и поэтому вот победа для них более важна, чем вот именно для профессионалов. А какая есть у них перспектива развития дальнейшего? Игры школьной хоккейной лиги по хоккею, например, да, посещают тренера профессиональных команд, детских, юношеских, для того, чтобы где-то, может быть, и увидеть какую-то звездочку. Да, наверное, сегодня на коньки ставят рано, а эти ребята начали играть поздно. Но если ребенок талантлив, талантлив, это будет видно сразу. И найти этот талант можно и в 10 лет, и даже в 12. И он заиграет, и будет показывать хорошую игру. Давайте посмотрим на игру ребят. Давайте. Ну, я хочу быть хоккеистом. Я, ну, почувствовала, что хоккей – это мое, и, ну, мне нравится заниматься хоккеем. Ну, и у меня очень хорошо получается. Ну, да, я бы хотела стать капитаном команды, и чтобы, ну, потому что я чувствовала то, что хоккей – это прям для меня. Хоккей – это командная игра. А в основных видах, командных видов спорта – это чуваксовский яск, который был баскетбол. Это футбольный клуб «Спартак» в Чебоксарах, в футболе. Это хоккейный клуб «Чебоксары» в хоккее. Вот. И осталось решить вопрос с волейболом. Спорт-то начинается именно как раз в начальной подготовке. Я вообще все свое, все детство и всю юность я занимался на столе теннисом. И это ежедневные тренировки. Вот уже в зрелом возрасте, лет пять назад, мы организовали хоккейную команду администрации города. Наша новая администрация для всего питания. Мы тренируемся два раза в неделю на «Спартаке». Мы регулярно играли, и, надеюсь, будем еще играть, с командой кабинета министров и госсовета Чувашской республики. Мы играли с пилотажной группой «Стрижи». И даже мы принимаем участие в первенстве в чемпионате Чувашской республики среди непрофессиональных команд. И даже занят на втором месте. О, отлично! Но, да, к сожалению, из-за занятости не всегда приходится. Но он захватывает хоккей. Но, тем не менее, теннис я не бросаю. Я все равно продолжаю заниматься автономным учреждением «Восток». Это единственное учреждение в спортивном, можно сказать, сообществе, которое не готовит спортивный резерв, как спортивная школа, а оказывает физкультурно-оздоровительные услуги различным слоям населения. На территории города Чебоксово. Это 24 инструктора по месту жительства, которые разбиты по микрорайонам, по привязке, наверное, спортивных объектов больше. Например, либо это при школе какой-то стадион, либо это при спортивной школе, либо еще где-то какая-то дворовая площадка, которая построена. И вот это центр притяжения. И вот он на базе вот этого спортивного ядра собирает дворовые команды по футболу, волейболу, зимой по хоккею, организует и проведение каких-то мероприятий. Там веселые старты среди детей. Это, наверное, хорошая практика именно для тех детей, которые не могут, не хотят. И много времени на улице проводят. Да, проводят на улице, которые не могут попасть в спортивную школу и заниматься профессиональным спортом. А вот так вышел, а тебе дядька-организатор говорит, ну-ка, мальчишки, давайте сбились в команду и давайте сыграем в футбол. Мы находимся сейчас на стадионе «Волга». Стадион нуждается в реконструкции. Это можно понять невооруженным взглядом. Александр Евгеньевич, на когда запланированы работы? Будет ли здесь ремонт? И вообще, будут ли на это выделены деньги? Только за проектно-смертную агентацию администрация УИЗ заплатила около 20 миллионов рублей. Вот. Этот комплекс проектировался почти год. Три раза мы вносили изменения в этот проект. И на сегодня я могу сказать так. Этот комплекс отвечает всем потребностям, всем проблемам, которые сейчас есть в муниципальном спорте. Здесь будут представлены именно те виды спорта, которые сегодня недополучили какие-то спортивные площадки. Вот. И мы... Ну, какие конкретно вы планируете? Например, стрельба из лука. Это цокольный этаж, 50-метровый техник. Баскетбол. Это домашняя арена для игр чебоксарских язвок. Это волейбольная площадка, которая сейчас... Волейбольная секция, которая на «Спартаке». Это второй зал. Это тренировка лиц... Тренировки для лиц инвалидов адаптивного спорта. Более того, это... Сейчас организационная площадка и принадлежит от спортивной адаптивной школе. И запроектированная для лиц с ограниченными возможностями полностью. Это лифты, подъемники, так далее. Весь перечень оборудований, которые есть. На сегодня, благодаря главе нашей республики Олегу Алексеевичу Николаеву, дело сдвинулось с мертвой точки. Этот объект пока попал в непрограммную часть федеральной программы строительства спортивных объектов. И мы рассчитываем, что в следующем году, в 2021-м, начнется его строительство. Это вот проект реальный, да, получается? Да, перед нами... Уже утвержденный. Да, это утвержденный, имея прошедшую государственную экспертизу. Стоимость его по проекту на сегодняшний день составит 1 миллиард 36 миллионов рублей. Александр Евгеньевич, в последнее время строят современные школы уже с шикарными пришкольными стадионами. Там могут позавидовать даже спортивные школы, мне кажется, этому. Но при этом не забывают и о старых школах, которые уже были давно построены, стараются ремонтировать. Вот мы находимся на одной из таких площадок, это у нас четвертый лицей. Этот стадион был сделан 4 года назад. 4 года назад. И он был первым в нашем городе, в который пришел федеральный проект. То, что вы видите сейчас, было построено в рамках федеральной программы строительства спортивных объектов. Это так называемый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, который вмещает в себя футбольное поле, беговые дорожки, универсальную игровую площадку, комплекс уличных тренажеров и хоккейную площадку. Вот. Помимо, ну то есть универсальная площадка с покрытием, искусственная трава, беговые дорожки. Это все позволит не только заниматься спортом, но и проводить уроки физкультуры обыкновенной. Вот. Что касается... Сейчас, кстати, подобная площадка строится в 39-й школе. Еще порядка, если вот так взять, порядка 30, наверное, школ тоже нуждаются в обновлении. Да, вот если брать новые, современные, как 65-я школа, да, действительно, там просто поражает воображение. Вот. Но новые понятны. А старые? Ведь не секрет, что на сегодня школа перегружена. Перегружена. И на сегодня не хватает даже одновременно физио-физической культурой на уроках. Занимаются два, три, бывает даже четыре класса. Спортзалов не хватает, да. Да, не хватает. Вот. И вот эта программа, вот, по строительству факотов, как раз и рассчитана на то, чтобы модернизировать не новые школы, а уже существующие со старой, даже иногда советской базой, которая была. В комплекте этого стадиона идут и блоксекции. Это так называемые перевозные раздевалки, где есть электричество, отопление, в общем, и они используются... И они используются для тех, кто не является учениками школы, а приходят вот здесь, пришел, переоделся и поиграл в футбол. Даже жалко, если такие стадионы будут просто простаивать. Например, здесь могут заниматься люди близлежащих домов. Вы знаете, вот на сегодня есть ряд документов, допустим, по антитеррору, которые вводят ограничения в этом вопросе. Устанавливают дополненные требования. То есть там указано то, что спортивный объект, стадион, спортивная площадка, хоккейная площадка должна быть огорожена от помещения школы. Вот тогда, да, туда могут пускать всех желающих. Например, вот в 39-й школе такой есть. В этой школе придется дополнительно ставить какое-то ограждение только для того, чтобы сюда могли прийти жители близлежащих районов. Хотелось бы обратиться к нашим горожанам. Поддерживайте наших спортсменов. Приходите на игры, на баскетбол, на хоккей. Ведите здоровый образ жизни. Занимайтесь физической культурой и спортом. Условия для занятий спортом создаются. И только от нас уже зависит, какой образ жизни мы выберем. Хочу верить, что активный. Ведь спорт – это движение. Движение – это здоровье. Будьте здоровы! Увидимся в следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова